Десятки взрывов были слышны ночью по всему сектору Газа. Эта армия обороны Израиля провела очередной раунд атак. Так началась вторая неделя вооруженного противостояния между Израилем и Хамасом. О том, почему важно жителям Татарстана следить за арабо-израильским конфликтом, расскажем в нашем следующем сюжете. 15 мая. Израиль ударом ракет разрушает здание, где располагались СМИ. В нем размещались представительства телеканала Аль-Арабия, агентства Ашиэйт Пресс и другие медиа. Жителям башни, которая считалась одной из самых высоких в Газе, дали час на то, чтобы покинуть здание. Израиль, в свою очередь, утверждает, что здание используют под офисы, штабы или склады для вооружения Хамас. Ситуация в регионе резко обострилась вечером 10 мая. Столкновение мусульман с израильской полицией, начавшейся после выселения из квартала Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия. Палестин называет Восточный Иерусалим оккупированной территорией, Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали около 140 человек. Порядка тысячи пострадали. 10 мая палестинские группировки начали массированные обстрелы Израиля. В общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала 5000 резервистов и провела операцию стража стены. Столкновения идут до сих пор. Для российских граждан, которые напрямую не связаны с какими-то торговыми или рабочими визитами в этот регион, ну, собственно говоря, особого беспокойства вызывать это не должно. Но, с другой стороны, для нашего региона важно все-таки изучать опыт вот этого конфликта, который развивается долгое время на Ближнем Востоке, и сделать таким образом, чтобы, пустя этот опыт, не допустить возможности какого-то обострения, в том числе и в нашем многоконфессиональном регионе. 16 мая прошло открытое заседание Совета Безопасности ООН, во время которого генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш назвал происходящее насилие совершенно чудовищным. Россия, в свою очередь, также решительно осуждает проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине. Илья Андреев, Универньюс.